всем привет ребят на связи федор васильев сегодня необычное видео на мой взгляд настоящая бомба ничего подобного еще нет на моем канале youtube сегодня для вас подготовил обзор плагина для джумла сокращенно называется она pwa для вас это что-то говорит расшифровывается это как прогрессивное в приложении вкратце я расскажу что это такое этот инструмент позволяет лучше взаимодействовать между вами вашим именно сайтом и вашими зрителями пользователями клиентами чтобы ваш сайт никогда больше пользователь не потерял то есть если ваш сайт очень нравится пользователям и они часто на него заходят но может быть они заходят на нее не часто но периодически заходят и будут заходить чтобы сайт ваш больше не потерялся теперь есть возможность устанавливать в приложении прямо с вашего сайта то есть устанавливается плагин прогрессивного приложения на джумала сайт небольшой плагин в этом видео сейчас мы позже посмотрим у настраивается буквально пять минут ничего сложного там нет но какие возможности он дает как и на компьютере на рабочий стол можно в два клика мыши просто создать значок на рабочий стол и прямо с компьютера посещать сайт то есть уже не потеряется сайт и самое главное в приложение с компьютера с вашим логотипом будет установлена как любое другое приложение которое вы устанавливаете вашем смартфоне например с play market а только нам не придется загружать приложение play market она будет загружена именно с сайта будет всплывать уведомление и человек сможет либо отказаться либо принять и сразу же установится приложением к нему прямо на рабочий стол прямо на смартфон это очень крутая штука давайте в этом видео посмотрим что за такой плагин начнем с того что я нашел интересного разработчика extension кодер сейчас вы видите страницу данного разработчика где очень много других интересных расширений для джума которые возможно в будущем я тоже буду рассматривать в рамках обзоров сразу скажу такая бомба такой кайф не может быть бесплатным естественно должны понимать продукт платный ссылку на покупку я оставлю в описании под этим видео и все ссылки будут также на моем сайте в блоге федоровасильев.com естественно как обычно такая красота админская ее часть не переведена на русский язык для своих зрителей для своих клиентов и подписчиков создал русифицированный пакет для данного плагина с авто установкой на моем сайте в блоге сможете скачать данный русификатор для данного плагина и w а сам плагин платный русификатор естественная бесплатно всем раздаю там особо немного настроек переводить особо в принципе было нечего но все равно приятно когда интерфейс на русском языке и сразу хочу небольшой сделать рекламку если вы закажете сайт у меня вы экономите потому что у меня данный плагин и w а у меня расширенная версия без заграничений с пожизненной поддержкой и с неограниченным количеством доменов то есть если вам нужно это на ваш новенький сайт надо заказать сайт с нуля можете ко мне обратиться и это расширение вам покупать не придется все теперь давайте к этому расширению какие моменты нужно учесть прежде чем понять для вашего сайта подойдет оно или нет во первых на вашем сайте на вашем доме не обязательно должен быть установлен ssl сертификат вот сейчас я вам показываю безопасное подключение тут такой замочек в адресной строке есть название сайта http с 2.2 слэша они просто http кто не знает то есть этот сертификат он покупается на хостинге или в регистраторе доменов если кто не знает то есть если у вас работает сайт по старому протоколу данное расширение вас работать не будет следующее данный плагин на декстопах на компьютерах будет работать с браузером chrome с браузером опера и возможно с другими браузерами он не будет работать то есть не поддерживается браузерами другими что именно не поддерживается сейчас я покажу позже будет вставлен фрагмент с моего смартфона видео о работе данного плагина там тоже в хроме я буду показывать в браузере chrome как он работает но там я заметил что и работает и в других браузерах тоже сначала давайте с компьютерной версии то есть когда уже все установлено как это выглядит у вас вот здесь будет такая иконочка смотрите вот здесь он будет появляться при клике на которые вы увидите вот такое окно с вашим брендом то есть логотип со с вашим заголовком и открыть то есть плагин сейчас на этом демо сайте у меня установлен сейчас это естественно не моя основной сайт федоровасиев точку ком чтобы не вводить вас заблуждение на основном сайте пока это у меня не установлена но для своего сайта скорее всего я тоже такой буду использовать это у меня демо площадка просто с теми же шаблоном где я экспериментирую давайте сразу посмотрим как это работает на компьютере то есть браузера chrome видим вот такую иконку нажимаем открыть что происходит это мой сайт открывается в приложении вы видите у него другой интерфейс здесь то есть это приложение открывает мой сайт здесь есть какие-то там настройки скопировать url там и так далее да если я сейчас это приложение закрою то вы увидите на рабочем столе сейчас вам показываю рабочий стол своего компьютера как обычная программа на компьютер вы видите установлен значок то есть по клику по этому значку вы видите что это мой логотип с моим заголовком открывается в приложении с моим сайтом согласитесь это удобно но это для компьютеров так как большинство у нас сейчас пользуется смартфонов соответственно десерт самое интересное давайте посмотрим что происходит на смартфоне допустим я открываю браузер chrome открываю свой сайт там где установлена pwa когда сайт открылся вы внизу можете видеть вот такое вот всплывающее сообщение до ненавязчивое при прокрутке она прячется при прокрутке сайта но если я прокручу сайт опять на самый верх она появляется давайте установим приложением на смартфон я нажимаю а внизу на эту плашку у нас спрашивает браузер установить приложение школа федора васильева с моим логотипом вы видите как это все выглядит вот представьте все будет то же самое только с вашим заголовком с вашим адресом с вашим логотипом нажимаем установить то есть мы устанавливать сейчас реальное приложение вы можете видеть вот здесь загрузки если шторку мы опустим что идет реальная установка добавление приложения также касперским антивирус ником проверил что вирусов нет давайте посмотрим видите появился мой значок как реально любое приложение это круто согласитесь теперь посмотрим как это выглядит я нажимаю на приложение все цвета которые вы видели и логотип это все можно задать в плагине и обратите внимание как показывается сайт если я сейчас покажу вам видите шторка внизу и наверху где показан уровень батареи и время по сути вот так мы видим все сайты но тут преимущество то что эти шторки снизу и сверху прячутся и мы видим сайт в полном размере насколько это позволяет экран нашего смартфона и этот ничем не отличающийся сайт как вы бы зашли с браузера также все по менюшкам можно ходить смотреть и так далее и также это приложение можно удалить как любое другое приложение если оно вам больше не понадобится если мы с вами посмотрим другой браузер тот браузер который у меня был встроен при покупке смартфона в данном случае не вижу всплывающего окна так как приложению у нас уже установлена кстати тоже чтобы вы понимали если человек один раз уже установил к вам приложение то оно не будет больше всплывать на этом смартфоне данному человеку то есть чтобы по сути не мозолить глаза и не с памяти это правильно то есть приложение установлена и всплывающего этому уведомления больше нет вот давайте в хроме еще раз посмотрим вот передус хрома вы видите внизу не появляется больше уведомлений. Но если я приложение удалю, то внизу опять будет возникать всплывающее уведомление с призывом установить приложение с сайта. Ну а теперь давайте о настройках. Перехожу в админку своего демо-сайта, покажу уже весь процесс, то есть расширение, установка, как плагин у нас будет с вами устанавливаться, загрузить файл пакета, плагин я переношу в эту область, происходит установка и сразу же установим русский язык. Как я уже говорил ранее, русский язык я подготовил и вы сможете скачать русский язык с моего сайта fedorvasil.com в блоге. Перетаскиваю русификатор. Русификатор успешно устанавливается. Переходим в расширение плагина. Находим вот такой системный плагин, это он и есть. Здесь можете кликнуть по ID, кликнуть еще раз. Чтобы отсортировать и увидеть плагин наверху, он у вас будет отключен, мы его включаем и давайте в настройки. На первой вкладке у нас приветственное сообщение. На данный момент записи видео это версия 1.05 данного плагина. Переходим на вкладку манифест. Так как здесь у нас уже все на русском, буду просто бегло пробегаться. Здесь есть подсказки. Можете читать на русском языке. В данном поле я оставляю нет. У меня нет многоязычного сайта. Имя приложения. Здесь я пишу свой главный тайтл «Школа Федора Васильева». Но если у меня это для этого сайта, я делаю приложение. Краткое название приложения. Здесь тоже в подсказке написано. Я оставлю то же самое. Дальше цвет темы, цвет фона. Когда у нас подгружается приложение, вы видели, там зеленый у меня горил. Зеленый, заливка была бэкграунда. Я сделал сейчас синий цвет, именно цвет своего сайта. Соответственно, вот этот белый цвет, это вот эта верхняя плашка приложения с компьютера. Если вы открываете, вот она в верхней, видите, такая плашка. Она идет белого цвета. Следующие настройки. Значки приложений. Здесь вы загружаете свои логотипы. Здесь вот написано изображение. Вы должны заранее подготовить в PNG формате 512 на 512 пикселей. Я это уже сделал, загрузил здесь. И здесь тоже самый логотип 192 на 192. Тоже сделал. И также, если вы рассчитываете на Apple устройство, тогда надо включить это и для Apple загрузить 57 на 57 пикселей логотип и логотип 180 на 180. Те же самые логотипы, только других размеров. Вы должны понимать, если вы это не будете использовать, то часть трафика вы будете терять. Терять в смысле, они не смогут видеть и устанавливать такие приложения с Apple устройств. Я думаю, что это тоже желательно заполнить. Но так как это демо-сайт, я здесь это не включаю. Дальше, preloader. Это немножко другая тема. Предзагрузка, когда человек переходит со страницы на страницу, видит такой preloader. Если у вас сайт тяжелый, тогда вам эта фишка здесь будет прямо на руку. То есть человек, чтобы долго не ждал загрузку страниц. В данном случае у себя я это не использую. Но давайте посмотрим, как это работает. Если включаем, то появляются новые опции. Тип preloader по умолчанию, цвет preloader выбирайте здесь. Давайте посмотрим, если я сохранюсь. Если я перейду на сайт, то переходя по страницам, вы видите, немножко затемняется экран и грузится такое колесико в середине. Если вы хотите свой preloader загрузить, выбирайте этот параметр. Загружаете, например, свой логотип или какую-то GIF-анимацию. Давайте посмотрим. Обновим сайт. Перейду на страницу, видите, возникает в середине мой логотип, и экран немножко затемняется. В данном случае я preloader не использую. И следующий этап такой, наверное, знаете, пазл, которого здесь, по сути, не хватает, чтобы была у нас настоящая просто бомба взаимодействия с нашими пользователями в плане донесения информации до ваших пользователей. Одно дело, когда человек установил приложение, установил на рабочий стол тоже приложение и никогда больше не потеряет ваш сайт. Но все тем людям, которые установили приложение, почему бы им не отправлять удобное push-уведомление? Это всплывающее уведомление, главной особенностью которого является уведомление, например, на смартфоне, даже когда приложение закрыто. Но дело в том, что этот функционал они не внедрили в данное приложение. Это у них отдельный плагин, который стоит отдельных денег. И, естественно, эти два плагина должны работать в связке. Пока у меня этого плагина нет, но в ближайшее время, я надеюсь, он у меня появится, и я обязательно запишу обзор и покажу именно, как взаимодействуют эти два плагина. То есть плагин push-уведомлений и плагин PWA. То есть сейчас я не могу это показать, у меня нет этого плагина, и как это все будет работать. То есть здесь бы посмотреть именно, как приходят уведомления на смартфоне. Что за могут быть за уведомления? Например, вы создали новый пост в блоге или вы создали товар в интернет-магазине. Вот этот плагин push-уведомления, он поддерживает Virtualmat и Hikashop. Это плагины интернет-магазинов на Joomla. То есть там еще можно отправлять, например, товары, новые товары на вашем сайте в качестве уведомлений, пользователям, которые установили ваше приложение. Видите всего, сколько вкладок, да? Больше никаких настроек здесь нет. То есть настраивается он буквально пять минут. Никаких проблем с плагином я не увидел, все работает нормально. Надеюсь, видео вам было интересно и полезно. Таких у меня еще видео о таких технологий у меня еще не было. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал.